Ну, и, кстати, симпатичный. Добрый вечер. Даже на моём фоне. Хорошо. Спасибо. Остроумно ответил вообще. Я начну. Мы с ним так почитаем, вот такой Джим Сейшин юмористический, образно говоря. Начнём с меня. Ну, потому что молодым везде у нас дорога. Сложная фраза сразу. Я иногда буду предупреждать. Сложная, чтобы напряглись. Вы знаете, я не верю в любовь с первого раза. Хорошо, ладно, попроще. Ладно. Возвращается муж в три часа ночи из интернета. О, это не всё. Жена гневна. Опять накликался. Новости шоу-бизнеса. Александр Цикало отправил Михаила Шацца за бутылкой, и того долго не было. Смотрите на СТС-передачу. Слава Богу, ты пришёл. Штирлиц ехал по Берлину на своём чёрном Мерседесе. Он ещё не знал, что война скоро кончится. Ему, как герою Советского Союза, подарят запорожец. Сотни тысяч молдаван решили уехать в Китай, узнав, что там собираются реставрировать Великую Китайскую стену. Картинка классная. Молдаване штукатурят стену Великую. Ну тогда тоже в строительную тему. Тост. Во времена Ивана Грозного один боярин разгневал царя, и за это его замуровали в стену. Однако ночью боярин удалось выбраться через щель. Так выпьем же за вековые традиции таджикских строителей. Вообще, если продолжить, извини, я продолжу тему тостов. Вот я говорил о том, что наши люди говорят банальные слова всегда в тостах. Но ещё хуже, когда они от себя что-нибудь скажут. Это когда один ляпнул моему другу на юбилей, давайте выпьем за его талант, не чокаясь. И все встали с горестным видом таким. Мне пришлось всё-таки для узкого круга свой юбилей отметить. И тоже человек, лучше бы он не говорил этого тоста, в сердцах признался мне, пожелание мне такое высказал. После чего я завис конкретно вообще. Чтоб тебя всегда окружали, Миша, такие же люди, как ты сам. Я завис сразу, потому что я-то себя знаю. Я его спрашиваю, это пожелание или проклятие? Ой, а недавно выдал за кулисами, проходил человек, увидел мою дочь за кулисами, говорит, слушайте, какая у вас красивая дочь, хотя и на вас похожа. Вот им нравится надо мной смеяться. Всё, я не буду больше. Тебе слово. А сейчас, как любит говорить Михаил Задорнов, почувствуйте гордость за наших. Западные синоптики проспорили ящик водки российскому ревматику. Хорошо. Жена-блондинка, это целый жанр, блондинка, так называется целый жанр в юмористике теперь. Жена-блондинка курит на кухне, муж, потуши сигарету. А ты уверен, дорогой, что хочешь на ужин тушеную сигарету? Ну, раз понравилось, продолжаем этот жанр. Гламурная блондинка в зоопарке показывает на зебру. Скажет, сколько стоит эта коняшка? Животные не продаются. Да, а зачем вы тогда на лошадь нанесли штрих-код? Парень говорит девушке, Мариночка, мы уже встречаемся второй год. Скажи мне, наконец, те великих три слова, которые навеки связывают людей. Дорогой, я беременна. Это не смешно. Отец ругает сына. Сынок, ты совершенно не читаешь. Я тебе подарил на день рождения книгу, ты ни разу ее не открыл. Сын. Баба, как я ее открою? Она даже в дисковод не пролазит. В магазине детских товаров. Покупатель. Что это за страшные звуки? Продавец. Это супер дышащие подгузники. Покупатель. А почему они так хрипят? Продавец. Астма. Шоу-бизнес. Анфиса Чехова попала в аварию. Ей въехали в правый передний бампер. А Россия продала Ирану серию ракет из новой коллекции Юдашкина. Земля-воздух весна 2008. Ну а Николай Пасков был доставлен в больницу с резким приступом собственной важности. В ее паспорте фотографии оказались на каждой странице. Причем с автографом. Столичные новости. Недавно на Красной площади прошел несанкционированный гей-парад. Благодаря действиям ОМОНа создавалось впечатление, что участники парада уходят прямо на фронт. Жуткая картина. Ужас. Для Лужкова особенно. Разговаривают два американских нефтяных магната. Слушай, ты знаешь, мне кажется, самые богатые люди в мире это русские крестьяне. С чего ты взял? Ну ты только подумай, спонсор сборной России по футболу какой-то старый мельник. Усама Бен Ладен скрывается в России. Такую версию выдвинуло ФБР, увидев по российскому телевидению астролога Павла Глобу. Фонд общественное мнение выяснил. Оказывается, большинство россиян интересует, как выглядит Николай Валуев 1 января. Если большинство россиян 1 января выглядят так, как Николай Валуев каждый день. Не дай бог это услышит Глоба, нагадает чёрт знает что. Но если до того, как Глоба будет гадать, услышит Валуев, что нагадать будет некому после этого. Хорошо, что вас не знает Барак Обама. Стихотворение. А то меня обвиняют, что я стихи не пишу. Вот пишу. Четвёртые сутки Пылают станицы Корнет Аболенский Дыхнул на свечу. У меня тоже стишок. Однажды в студионную зимнюю пору Я водку разлил. Был сильный мороз. Детишкам я сделал ледовую гору. А сам, как дурак, языком к ней примерз. Это лирика. Продолжаем лирику. Они жили без сучка, без задоринки. У неё не было сучка, у неё задоринки. Да. Зарубежные новости. Правительству США пришло письмо от русской мафии. Хотим официально заявить, что ни тайванчик, ни япончик не иметь никакого отношения к настоящей русской мафии. С уважением, чеченчик. Такая миниатюрка. Это бы сыграть хорошо было нам с тобой. Ну ладно, я прочитаю уж. Летит самолёт. Один пассажир причитает, ой, мне плохо, ой, милая, ой, меня сейчас тошнит. Сосед по креслу в самолёте. Вы на кнопочку нажмите, чё вы ноете? Вон, на потолку кнопочка нажмите, всё. Мужик нажал. И чё? Сосед. Ну вот, всё, у стереза зажилась лампочка. Мужик говорит, ну наглая. Мне плохо, она лампочку сама зажечь не может. Один мужчина говорит другому. Мы с женой долго спорили, как назвать ребёнка, а потом решили просто наугад ткнуть пальцем в календарь с именами. Ну и чё за имя выбрали? О, редкое. Тираж пять тысяч экземпляров. Хозяин предлагает гостю вам грибочков положить. Гость, нет, вы знаете, я грибы только собирать люблю. Ну, как вы желаете, могу и по полу разбросать. В зоомагазине в Подмосковье скажите, а кто это у вас за сто тысяч рублей? Это подмосковные кроты. А почему они такие дорогие? Какая земля, такие кроты. Рекламная пауза. Они не курят, они не пьют, они не употребляют наркотики, они животные. Гарри Польских, Михаил Задорнов. Гарри, я отойду в сторонку, теперь держись, я тебя оставляю одного. Но я сам посмотрю тоже со стороны. Знаете, за последний год в России появилось много новых дорожных знаков. И сейчас я вас с ними познакомлю. Ну, и начнем мы с предупреждающего дорожного знака. Знак предупреждает о последствиях придорожного питания. В принципе, все понятно. Идем дальше. Рекламный знак. Внимание! На шоссе ночные бабочки. А следующий знак устанавливается на плохо освещенных улицах. Ну, здесь тоже все ясно. Продолжим. Еще один предупреждающий знак. Осторожно! На дороге отморозки. Информационный знак. Эстонский автобан. А такие знаки по просьбе Михаила Задорнова будут тайно устанавливаться в США. Запрещается движение пешеходов, чья масса больше указана на знаке. Переходим к знакам сервиса. Суши-бар. Стриптиз-бар. Суши-бар со стриптизом. Знак ребус. Какого черта ты здесь припарковался? А такие знаки будут останавливаться по просьбам женщин, которым изменяют мужья. Знаки предупреждают. Еще раз пойдешь налево, убью скотина. Но завершив дорожную тематику, перейдем к не менее актуальной теме, к интернету. Вот не все знают, что на сайте Одноклассники для смайликов позировали известные люди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СМЕХ 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 СМЕХ